Нет, предназначение проявляется даже еще в детском садике человека. Допустим, ребенок спокойный, внимательный, рассудительный, у него природа преподавателя. Дальше есть природа руководителя. Этот человек, такой ребенок, когда рождается ребенок природопреподавателя, он смотрит как мудрец на всех, такой спокойный, наблюдает за всеми, у него такой спокойный, думчивый взгляд. Если природа руководителя, ребенка, он такой рождается, смотрит на всех такой, что тут такое происходит, в чем дело? Такой внимательный, смотрит он, начальник уже, маленький начальник, он смотрит, хочет разобраться во всем. Есть природа бизнесмена, ребенок рождается. Он, когда рождается, он смотрит на всех очень радостно и хочет со всеми дружить. И всем становится другом такой ребенок. Есть природа человека, который хочет найти свое любимое дело в жизни. Четвертая природа. Он, когда рождается, он очень увлеченный, он ищет, чем заняться такой. Ну, ему надо просто какой-нибудь там конструктор, он будет целый день лепить его, что-то делать. Ну, то есть, это мы говорим о природе разума. То есть, если функция разума, мы сегодня будем говорить об этом на лекции. И от него природа идет. Большинство людей не доходит до того, чтобы жить и действовать по природе. Для этого надо быть развитым. В основном они по способностям, по своим действиям. Некоторые на уровне хобби живут. Сначала человек живет на уровне хобби. Он делает то, что ему нравится, никому и правда не надо. Допустим, приходит на работу, он говорит, мне нравится вот эта специальность. Он говорит, ну хорошо, работай. И он делает только то, что ему нравится. А надо же еще что-то делать, там много разных обязанностей. И он говорит, нет, это я не могу делать, мне вот только это нравится. Он говорит, ну до свидания тогда. Так человек не может утвердиться на работе, меняет все время работу. Потом он постепенно доходит до уровня способностей. То есть, он чувствует, где ему легче деньги зарабатывать. Но он там работает, деньги получает, но ему не нравится эта деятельность. Ему плохо, он устает там. И четвертый уровень, когда человек уже отходит от вот этого понимания, что главное деньги в его жизни, разве тем более становится. Он начинает делать то, что людям нужно от него и то, что ему приятно. Так он находит свою природу. И четвертый уровень, это когда человек становится наставником. Он уже не работает сам, учит других своему ремеслу. Вам надо просто сначала социально стать крепкой. Женщине, чтобы найти свою природу, ей надо социально окрепнуть. Вы очень слабо социально, вы очень пугливы, боитесь людей. Вам надо учиться с ними, общаться, дружить. Вот ваш путь сейчас в этом и заключается. Мужчина, вы, ваш вопрос, да. Добрый вечер. Хотел бы спросить у вас. Спасибо за то, что задали вас возможно, если задать вопрос. У меня сейчас маленький выбор, есть, в общем, две работы. У вас сейчас идет плохой период в жизни, связанный с деятельностью. И у вас поэтому психика неустойчива. Вы метаетесь. Надо успокоиться. Я попробую вам помочь выбрать, но это вам не поможет, я вас уверяю. Потому что проблема не в выборе, а внутри вас находится проблема. Все равно будете сомневаться. Потому что сомнения сейчас идут не от работы, не от деятельности, а от вас, от вашей жизни, от судьбы. Ну, спрашивайте теперь. Я, видите, я специально, ну, раньше, чем вы скажете выбор, я вам ответил, чтобы вы поняли этот момент. А теперь спрашивайте. Просто две работы есть. И одна как-то не нравится, но достаток стабильный. Ну, то есть, как бы и работа, и как-то достаток есть. Вторая, вроде, нравится, но там нестабильный. И тяжелый выбор в том, что есть еще один человек, который дорогой для меня, я хочу с ним уехать. Но чтобы уехать, мне нужны как-то средства. Уехать, он в другом месте живет, этот человек. Нет, сейчас он здесь. Зачем уезжать-то, зачем уезжать? Там будет дальше учеба, и дальше город будет другой, чтобы поехать с ним. А зачем сейчас учиться? Вы хотите... Да, он учиться будет, этот человек. Да. А вы хотите помогать в учебе? Я хотел бы вообще продолжить жизнь с ним, с этим человеком. И условие такое, что вы должны ехать вместе, где она будет учиться, да? Да. Это не условие такое, что необходимость будет, как бы, если ты... Это будет ваша ошибка, если вы это сделаете. Если я уверен, что... У вас сейчас очень хорошая работа, и вам не надо ее менять. Вы потом не найдете такую, и... У вас жизнь будет очень неустойчивая и шаткая. И даже на то, что вам предлагают еще, вам не надо менять. Просто вы думаете, что есть где-то лучше. Вам просто повезло, вам сразу... Бог дал хорошую работу. Может быть, через старших, я не знаю. Вам помогли, наверное, с ней. Кто-то помог. Потому что вряд ли вы бы сами нашли такую работу. И вот сейчас, так как вы неопытный человек, вы не знаете, что... Ну, будет только хуже, а не лучше. Вы сейчас ищите еще что-то. И вот второй вариант, который вы сказали, он будет очень неустойчивым. И просто вам кажется, что там есть какие-то... Там вам просто... Ну, наобещали облаков каких-то. И вы думаете, что сейчас они на вас все повалятся. Вот. Ну, это просто ваша иллюзия и неопытность в жизни. Что касается девушки, то... Мужчина не должен ради девушки бросать свою деятельность. Наоборот, эта девушка ради мужчины должна бросать свою учебу. Или она должна просто ждать, учиться. Но если мужчина бегает за женщиной, то из этого ничего никогда хорошего не получается. Вам надо стать покрепче внутренне. Она вас не будет ценить, если вы будете бегать из одного города в другой. И при этом терять свой достаток. Потому что женщине, мужчине именно стабильность ценится, а не его привязанность. Вы к ней слишком привязаны, похоже. И это не очень хорошо. Вы, верно, ревнуете ее. Она, видно, не сильно к вам привязана. Боитесь ее потерять и пытаетесь контролировать. Это еще хуже будет. Не особо, если честно. Нет? Нет. Хорошо. Значит, нужно просто вам успокоиться и понять, что только сильный мужчина нужен женщине. Слабый не нужен. А сильный мужчина – это также устойчивый в деятельности. У вас сейчас устойчивое состояние в деятельности. Как минимум 4-5 лет вам не надо менять эту ситуацию. И потом, мне кажется, вам будет предложение о повышении там, в этом месте. А теперь я вам хочу сказать такую вещь, что вы сами это должны научиться понимать. Без меня. А для этого нужно сначала успокоить свою психику. Вы очень метаетесь сильно. Пройдет 3-4 дня, и опять вы начнете метаться, и мои слова потеряют силу для вас. Надо понять, что главная проблема ваша – это неустойчивость внутренняя. Как вообще быть более устойчивым? Есть методы, например, можно спортом заняться, двигаться больше. Мужчине хорошо, если он там штангу поднимает, еще что-то, или борьба там еще. Ну, то есть победы какие-то. Мужчина становится устойчивым, когда он себя побеждает. Он становится крепче. Закаливание, у вас перегретая психика, вам надо снимать жар излишних в голове. Закаливаться можно, будете устойчивым от этого. Потом, какие еще у вас варианты? Молитва всегда помогает в своей вере, ничего не меняет. То есть просто учитесь молитве, это дает устойчивость. Так вот. Вам надо сейчас этим заняться, потому что это главная проблема вашей жизни. И она может разрушить все, и работу, и отношения, все. Я поэтому вам дал возможность спросить, потому что я это увидел. Спасибо большое. Спасибо.